Молитва Мы уже много раз обсуждали тему молитвы. Я особенно люблю эту тему, так как молитва — это естественно, и это нормально. Молитва помогает нам удовлетворить внутреннюю потребность в общении с Богом. Мы его не видим, но можем почувствовать и знаем, что он с нами. Почему? Потому что он так сказал. Молитва — это выражение о такой потребности, а также поиск Бога, его лица. Молитва — это еще ожидание результата, завершения чего-то. Всегда что-то происходит, когда мы молимся от всего сердца с верой и искренностью. Я хочу рассмотреть с вами первую молитву, которая описана в Библии в 4 главе Бытия. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. По поводу Еноса сказано, «Тогда начали призывать имя Господа». Библия упоминает о самой первой молитве. Мне интересно, что стоит за словом «призывать». Читая ряд библейских текстов, говорящих о молитве, в которой призывают Господа, заметьте, что каждый раз имеет место одна особенность. А именно, такая молитва начинается, когда кто-то чем-то тронут. Когда сердце тронуто. Спонтанная молитва выходит из него, из уста идет к Богу. Она как благовоние, которое поднимается вверх, прямо в небеса. Потому что вначале было то, что коснулось меня. Это может быть с нуждом. Возможно, это бремя, скорбь, срочная просьба о помощи в болезни или в несчастном случае. Что-то серьезное или не очень. Что-то меня касается. Что-то производит во мне сострадание. Вызывает во мне чувства. Я реагирую на что-то, я тронут этим. Если вы тронуты, начните призывать имя Господа. Среди многочисленных случаев, когда я нахожусь в кругу семьи, вдвоем с кем-то или один, спонтанно призывая имя Господа, я не могу забыть, как однажды зазвонил телефон. Я ответил, и мне сказали, что папа моей жены находится в реанимации, в очень тяжелом состоянии. В этот момент у нас были гости. Я помню. Когда моя жена услышала это, она оставила гостей со мною, а сама побежала в спальню и у кровати начала призывать имя Господа. Я пошел посмотреть, что она делает, и нашел ее в спальне. Она от всего сердца взывала Господу, молясь за своего папу. «Взывать, потому что вы тронуты, потрясены чем-то, и поэтому зовете Бога на помощь. Если смирится народ мой, который именуется именем моим», говорит нам известный текст из 2-й книги Паралипоменом, 7-й главы, 14-го стиха. «И будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Вы увидите в конце этой проповеди, что есть необыкновенные обетования для тех, кто призывает имя Господа. Но сначала нужно, чтобы вас что-то коснулось. Еще нужно, чтобы вас кто-то интересовал. Мы призываем имя. Имя относится к личностям. Этот кто-то — это Господь, Всевышний Адонай. Бог Яхве. Его имя мы и призываем. Просматривая Писание, обратите внимание на многочисленные имена Господа, которые отражают разные грани Его личности. Эти имена соответствуют нашим потребностям. Он — Ягова Рафа, Бог-целитель. Он — Ягова Циткейну, оправдание наше. Он — Господь усматривающий. Он — Жизнь и Воскресение. Он — Бог прощающий, дающий мир. Он — пастырь добрый. В Библии вы найдете все эти удивительные имена. Призывать его имя — это обращаться к его личности целиком, со всеми ресурсами, которые у него есть, со всей его силой, властью, могуществом. Призывать его имя — значит принимать помощь от того, чье имя превыше всякого имени. Нет иного имени, которым можно спастись и получить ответ на молитву. Призывать имя Господа. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. Призывать его имя. Это значит просить Господа, зная, кого именно мы просим. Есть еще один интересный аспект. Я нашел его, читая отрывки из 12 и 13 глав книги Батия. В них мы видим человека по имени Авраам, который призывал имя Господа и каждый раз строил жертвенник. Написано «Иисус дал там жертвенник Господу и призвал имя Господне». Бытие 12 глава, 8 стих. И далее 13 глава, 4 стих. «До места жертвенника, которое он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа». Эти отрывки натолкнули меня на размышления. «Когда я призываю имя Господа, потому что меня что-то коснулось, и потому что я знаю, кого я призываю, и перед чьим лицом нахожусь, я еще что-то делаю». Авраам понял, что нужно не только помолиться, нужно было еще что-то и сделать. Он построил жертвенник, и на этом жертвеннике была жертва». «Если вы призываете имя Господа, принесите что-нибудь, положите что-нибудь на жертвенник, положите свою жизнь, самих себя, ваши нужды, выложите то, что есть в вашем сердце, на жертвенник Господа». «Призывать» означает полностью отдать свою жизнь. «Господу» вложить свою жизнь в молитву, которая вызвана глубокой нуждой, коснувшейся вас, будь то ваша нужда или нужда другого человека. Когда жертва будет положена на жертвенник, сойдет огонь от Господа и изменит ситуацию, коснется вашего сердца, и Бог ответит вам. Я закончу четвертым и последним пунктом на тему «Призывать его имя». Это тесно связано с совершенно удивительными обетованиями. Их много, я выбрал некоторые. Во второй книге про Липоменон сказано «И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением и распространил бы пределы мои, и рука твоя была бы со мною, охраняя меня от дела, чтобы я не горевал». Это очень простая молитва. Это очень простая молитва, произнесенная страдающим человеком. Здесь сказано просто «И Бог не спасал ему, что он просил. Пусть Бог пошлет и вам то, о чем просите вы». Он обещает послать то, о чем вы просите. В 17-м псалме сказано «К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Божие». 18-й псалом, 7-й стих. «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». 50-й псалом. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Иеремия, 33-я глава, 3-й стих. Очень известное место. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Призови имя Господа, зная, кого ты призываешь. Будь заинтересован Его личностью, полностью доверься Ему. По-настоящему принеси в жертву свою жизнь, не забирай ее назад, и ты будешь видеть исполнение обетований, записанных в этой книге, в Слове Божьем. Пусть Господь нас благословит и поможет нам, вдохновит нас призывать Его чудесное имя. Бог дал нам множество обетований, которыми Он говорит, «Ты можешь призывать меня». Спасибо, что были со мною. И до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова